привет друзья есть у меня на пасеке вот такая колода я ее называют дублянка улей дублянка это была когда-то липовая бочка давным-давно и как-то она у моих родителей не знаю куда взялась и тут хранилась когда-то зерно я так понимаю данным-давно и я ее решил сделать не углы колоду отрезал ее она была по длине отрезал ее и прибил дно у меня это колода правда она обшарпанная сейчас я буду красить это сюда я засыпаю то есть она у меня предназначена чисто как для эстетики и как бы я с него не мед не беру а просто как бы чтобы были летали пчелки чтобы на пасеке было что-то подобное я в будущем планирую сделать такой маленький уголочек на пасеке так сказать не уголок отдыха типа уголок музей и сделать несколько таких подобных ульев там соломины или с камыша улей ну и так далее но это будет дальнейшем будем делать это все по возможности сейчас я хочу вам показать этот улей колоду и я его он уже у меня старенький раньше тут были пчелы потом по стечению обстоятельств меня не было пасеки как-то пчелы здесь пропали и как-то я его не заселял и он у меня так стоит я его сейчас приведу так сказать рабочее состояние и потом заселим сюда вместе с вами какого-нибудь троя словим а я думаю мы словим и здесь будет у нас обитать вот такая у ли я сделаю на 2 ли . как бы ну и вот такую крышу она подушка лежит и крышка вот такую крышку я сделал и что я сделал я сделал сюда здесь становится вот у у нас тут а вот стоят старые наши рамки вот такие ну они уже плохие я сейчас у меня есть украинская рамка хорошая новая я сделаю сюда сейчас ващинку новые рамочки сюда поставлю и заселим сюда пчелок вот так у меня тут вмещается 7 украинских рамок он полу рамочный полу так сказать безрамочный 7 рамок сюда вставляю а здесь у меня я набил такие планочки тут пчелы тянут языки уже до стенок когда уже там некогда им расширяться тогда языки эти выламываю ну а так в принципе он функционирует меня просто как жилища и больше ничего вот здесь внутри вот такая она ну грязный конечно ну сейчас я это все сделаю прибил я сюда такую с лещины наверное не понял ободочек чтобы закрывалась крышечка ну и принципе вот такой улей место конечно маловато ну если с учетом вот этих получается все моих рамочки плюс 4 вот этих планочки на которых они тянут языки получается на 11 рамок ну для рая это нормально то есть для жилища их не вот такая колода у меня ну и теперь я ее сейчас покрашу и будем с ней работать дальше заселим сделаем рамки покрасим и заселим туда рой и будем смотреть как он обживает наш улей колоду ну вот и докрашиваем наш улей дубянку улей колоду решил покрасить желтый цвет по той лишь причине что на пасеке есть была баночка желтой краски и поэтому решил покрасить был зеленый теперь пускай побудет светленьким пускай будет побольше нас светлых тонов чтобы больше было позитива на пасеке чтобы радовался глаз наш и мой и моих друзей которые приезжают ко мне на пасеку людей которые приезжают на экскурсию ко мне просто гостей да и ваш наверное можно его покрасить будет еще второй раз ну посмотрим пускай сейчас пас высохнет первый слой посмотрим как там будет старым вот как бы и все наш литочек еще прокрасим потому что краска впитывается ну примерно так примерно так будет желтый ну возможно еще сделаю какие-то черные пятна у меня есть черная краска попшикаю может быть это теперь крашу крышу и делаю рамочки крышу я решил покрасить у меня остатки тоже какой-то дерево защитное средство такое красное дерево написано это какой-то лак краска лак тоже остатки эти остатки мы тоже пустим на крышу у нас получился получится получится желтый улей такой красно-коричневая красно-коричневая крыша ну и последний штрих наш наша верхушка наша верхушка тоже будет у нас я думал что эти остатки все пойдут тут еще не на одну крышу ну вот друзья улей наш готов подготовлен почти осталось ему высохнуть ну все крыша наша покрашена улей наш покрашен теперь делаю рамочки и подготавливаем короче рамочки и ловим нам нужен рой и ловим рая всем привет словил я только что небольшой рой телефона под рукой не был к принес домой уже кинулся исполнил что надо снять видео о заселении нашей уликолоды маточка тут неплодная молодая райочек очень такой небольшой я бы сказал бы маленький ну я думаю что для уликолоды сойдет молодая неплодная матка главное чтоб она облетелась я ее не выдерживал не в подвале нигде просто словил и сразу же высыпал вот на фанерку и вот они пошли матка я видел не пометил сразу ее в принципе решил что пускай так и останется пчелки заходят теперь наша улей колода или улей дублянка будет заселена раёчек небольшой уже какая-то часть зашла в улей посмотрим как она дальше будет есть конечно как бы риск что раёчек может слететь если бы это была не плодная матка то как бы я думаю проблем бы не было а так как это матка неплодная то пчелок ничего не держит и если вдруг что-то им не понравится в улье то они могут слететь потому что когда-то я уже заселял именно неплодкой я имею ввиду неплодной рой с неплодной маткой то они было слетали ну ничего все вот так раёчек у нас есть улей дублянку мы заселили и теперь посмотрим дальше как он будет развиваться все с вами был Иван Фабро до новых встреч пока субтитры